Привет, друзья! Сегодня мы покрасим двух армегеров, лояльного с использованием аэрографа и хаосяву чистой кистью. Начнём с металлических скелетов. Для металликов подложка имеет очень большое значение, поэтому ради эксперимента загрунтуем один глянцевым черным, а другой матовым. Берём тёмный металлик и задуваем глянцевого лояльного кипяточка. Светлым металликом надуваем в осветление. Дуть нужно так, чтобы краска в основном попадала на обращенный верх части, поэтому следите за углом, под которым дуете, чтобы не набрызгать лишнего в тени. Оружие задуваем таким же образом. На хаоситского мелкорыцаря металлик наносим драйбрашем. Берём кисть побольше, кунаем в краску, вытираем лишнее, а чуть шершавую поверхность или салфетку и шкряпаем по модели. Шершавая не впитывающая поверхность подходит несколько лучше, поскольку салфетка слишком сильно вытягивает влагу из краски, в результате чего она может ложиться несколько пыльно. Использовать можно практически что угодно. Пробковую подставку под кружку, небольшую разделочную доску или, как здесь у меня, подставку от той миниатюры, которую вы красите. Высветляем также светлым металликом. Теперь движения кисти идут в основном сверху вниз, чтобы краска оставалась на обращенных верх частях. И теперь важно не оставить лишней краски на кисточке, чтобы не получились явные маски. Лучше перестраховаться, оставить чуть меньше и просто пройтись пару раз. То же самое проделываем с оружием. Как видите, на глянцевом грунте металлик заметно более яркий и блестящий, на матовом же более тусклый и побитый жизнью. Разумеется, нанесение металлика кистью и аэрографом тоже играет в этом некоторую роль, но грунт имеет большее значение. Ну и нужно заметить, что более блестящий не значит лучше. Все зависит от того, что вы пытаетесь изобразить. Далее пластины брони. Начнем с лояльного. Он будет зеленым, поэтому сначала задуваем пластины в красный. Высветляем телесным, оставляя красный в тенях. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Тонируем желтым. И, наконец, задуваем зеленым, так, чтобы самые яркие места желтых высветлений были затонированы лишь немного. Вся эта возня с подложками нужна была для того, чтобы получить более интересный и насыщенный цвет. Субтитры создавал DimaTorzok Теперь хасидский. Он будет синим, поэтому сначала закрашиваем пластины красновато-коричневым. Проще всего это сделать овербрашем. На большую кисть с коротким ворсом берем краски чуть побольше, чем при трайбраше и наносим в основном круговыми движениями, как бы растирая краску по поверхности. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сверху овербрашем наносим немного разлетенную синюю краску. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пока пластины сохнут, возвращаемся к скелетам и красим бронзовые части. Сначала закрашиваем детали темным металликом, потом движениями сверху вниз высветляем светло. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Одноцветные пластины, это немного скучновато, поэтому добавляем еще цветов. На зеленом рыцаре это будет песочный. Клеим маскаленту и задуваем светло-песочным, после чего затемняем бежево. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На сенем рыцаре дополнительный цвет будет желтым, поэтому также клеим маскаленту и закрашиваем пластины в розовый в пару слоев. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Делаем высветление белым, оставляя розовый в тенях. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Закрашиваем сверху желтым. Способ весьма контринтуитивный, но по моему опыту это один из самых простых способов покрасить желтым. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Можно добавить высветление смесью желтого с белым. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Добавляем фрихенды. Чтобы было проще, можно сделать наброс с острым карандашом. Главное, не давите на него слишком сильно, чтобы не поцарапать краску. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Закрашиваем полоски шашечки черным. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если получилось не очень ровно, ничего страшного, это нормально. Сразу идеально получается нечасто. Просто подправляем огрехи соответствующими цветами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Немного высветляем черным темно-серым. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Темно-коричневым выделяем полоску на зеленом кипятке. Так она будет смотреться более контрастно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Этим же цветом делаем подложку под металлики на окантовках. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Светлым телесным высветляем грани. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Большую линзу на голове красим под глаз. Рисуем белый круг с точкой посередине и закрашиваем его оранжевым. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Высветляем смесью оранжевого с желтым и сглаживаем переход почти прозрачным слоем оранжевого. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Делаем белое высветление и тонируем его желтым. Немного устанавливаем оранжевый. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чёрным устанавливаем зрачок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И наконец ставим две белых точки. Одну на границе радужки, вторую в зрачке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Потрёпанные тряпочки тоже удобно красить драйбрашем. Сначала закрашиваем её тёмно-коричневым, затем тёмно-красным накладываем первый слой высветлений. Здесь самое главное шкряпать кистью не вдоль складок, а поперёк. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжаем высветлять ярко-красным, но нажимаем на кисть чуть слабее, чтобы краски оставалось немного меньше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Совсем лёгкими движениями, ещё раз тем же ярко-красным высветляем самые верхние части складок. Плоскую часть высветляем стиплингом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Светло-серым рисуем крест и высветляем его белым по тому же принципу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Добавляем декали и покрываем пластины лаком. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когда лак высох, закрашиваем окантовки в тёмный желтоватый металлик и высветляем его золотым. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чтобы добавить жарчина, разбавляем матовую тёмно-оранжевую краску до консистенции грязной водички и покрываем весь скелет, чтобы она сопралась в углублениях. Лояльного армигера покрываем масляной проливкой и смеси черный и коричневый красок. Музыка 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 Этой же проливкой покрываем пластину, чтобы она залилась в прошивку и добавила немного загрязнений на поверхность. Музыка 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 подождав минут 10 убираем излишки проливки если убирается плохо можно смочить ватную палочку white spirit так убирается проще тут есть момент если грязь на поверхности вам не нужна то масляную проливку лучше наносить либо по глянцевому лаку либо проливать расшивку точечно с матового лака полностью убрать все следы проливки сложно возвращаясь к важности грунтовки для металликов здесь у среднего армии гиароскелет покрашен драй брашем по глянцевой грунтовке как видите даже после нанесения ржавчины он выглядит гораздо ярче того который покрашен поматывай когда проливки высохли уже знакомым нам стиплингом докрашиваем пластины на лапках хаосита если не хочет свозиться с подложками то можно просто натыкивать смесью синего с белым начиная с чистого синего и постепенно запешивая в него все больше и больше белого и Продолжение следует... Темно-бирюзовым добавляем патину. Просто натыкиваем немного разведенной красочки на желтой металлике, делая основной акцент на углублениях и обращенных вниз поверхностях. Теперь можно собрать модели, приклеить на корпус всякую мелочевку и добавить финальных высветлений. Также ярким металликом проходимся по поршням и высветляем цепи. Вроде всё готово, но мне показалось, что у хасидского кипяточка наружу не хватает кожухов. Поэтому закрашиваем часть пластин в чёрный, слегка высветляем бирюзовым и подводим крайнюю смесью бирюзового с белым. Продолжение следует... Последний штрих... На крюке добавляем хрома. Так... Субтитры сделал DimaTorzok Готовые модели выглядят так Как видите, даже большие модели можно покрасить без аэрографа Конечно, такой же плавности переходов добиться сложно, но она и требуется далеко не всегда, тем более в Вархаммере На этом всё, спасибо за просмотр и до новых встреч! Продолжение следует...